друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет так вы будете в курсе всего контента который мы туда добавляем оставляйте ваши вопросы если есть в секции с комментариями и конечно же ставьте лайки друзья в последнее время мы очень много говорим о долларе я прекрасно понимаю что доллар это действительно основная двигающая сила которая сейчас есть на на площадках и возможно было бы важно окончательно развеять все мифы поставить все точки над и относительно того что с этой валюты может случиться опять же например до конца 2020 года специально для этого в секцию пульс рынка я до конца этой недели подготовлю запишу добавлю ролик для вас друзья про перспективы доллара о том чтобы вы разбирались опять же зачем сейчас следят трейдеры какие новостные события могут стать переломными для динамики доллара дальше и стоит ли вообще американскую валюту хоронить или доллара есть шанса восстановиться хотя те из вас кто внимательно смотрит брифинги прекрасно знают уже мою позицию по американской валюте я ее неоднократно уже озвучивал в принципе буду продолжать это делаете моя субъективная точка зрения если друзья вам есть что сказать и вы считаете то что доллар будет расти аргументируйте свою позицию в секции с комментариями я уверен то что спасибо вам скажу не только я потому что среди опять же всего трейдерского сообщества сейчас также есть те кто по-прежнему верит в благополучие американской валюты которая даст о себе знать реализуется в перспективе опять же ближайших кварталов ну а давайте по порядку сегодня центральным событием я допускаю что мы продлим это центральное событие дальше по ходу недели это голосование конгресса по новому пакету фискальных стимулов вот нэнси пелоси буквально несколько часов назад сделал заявление о том что переговоры будут продолжены вот формате встречи в рамках сегодняшнего дня не могут в конгрессе республиканцы и демократы до сих пор договориться о том чтобы согласовать вот эти повышенные пособия по безработице но неоднократно уже отмечалась в том числе и мной что это настолько формальная процедура что даже смешно смотреть за тем как они сейчас бодаются решением будет друзья поэтому я заранее вас готовлю к тому что вы должны осознавать что решение о новых фискальных стимулах это еще один удар по американской валюты потому что это тот самый новостной триггер который вернет на рынок опасения за разрастание денежной массы за рост инфляционных ожиданий и и так далее мы ранее активно продавали американскую валюту только лишь на комментариях и на мягкой риторике федрезерва и готовности властей в том числе дополнительно стимулировать экономику потому что экономика сша сейчас в этих стимулах нуждается а сейчас речь идет уже о фактических решениях объем доп стимулирования со стороны властей сша может превысить 1 триллион долларов и конечно же доллар в связи с этим может оказаться под серьезным опрессом рынок нефти 43 76 нового ничего сказать не могу бренд дрейфует уже недели три вот в довольно узком диапазоне там 42 44 доллара за баррель я в целом сохраняю настрой что краткосрочно рынок могут продавить еще вверх в район 45 может быть даже чуть повыше оттуда я уже буду нефти продавать я думаю что не у меня в одного вопрос который вертится в голове а сможет ли опять же рынок нефти точнее ну да рынок нефти в вас сохранить восстановительную динамику из-за того риска который сейчас сопряжен с ростом объемов нефтедобычи странами опек на 2 миллиона баррелей в сутки и с учетом пересмотренных в худшую сторону перспектив мирового экономического роста которые напрямую определяют показатели спроса на углеводороды я абсолютно уверен то что рост предложения будет опережать этот спрос но опять же это совсем уж что долгосрочное позиционирование в плане фундамента как работать с нефтянкой главное сейчас найти хорошую точку для переворота я друзья думаю что раньше 45 наверное вот такие интересные крайне супер привлекательные шарты лучше не заходить индекс доллара как я уже отметил ждем все-таки согласование мер по фискальным стимулам и ждем дополнительных распродаж доллара раньше я отмечал что и федрезерва надавил на американца через мягкую монетарную политику через мягкие комментарии джерома паула статистика подвела темпы экономического роста заявки на пособие безработицы вчера чуть-чуть нейтрализовал общий фон и индекс производственной активности см однако показатель разгона инфляции см вырос также до многомесячных максимум что в принципе является еще одним доказательством того что бизнес готовится к росту инфляции поскольку осознает как на этот показатель повлияют новые меры экономического стимулирования золото 1973 сити немножко подвинулись свой прогноз а потому где можно ожидать золото дальше на ближайшие три месяца 2100 долларов за унцию ну а 2300 как и ранее были ожидания на 6 месяцев вы друзья их наверняка помните золото точно будет расти потому что накануне реальная доходность американских облигаций обновила по моему даже исторический рекорд анти рекорд и оказалось на отметке минус один процент сейчас крупные институционалы которые сидят своими капиталами в самых надежных финансовых инструментах вынуждены платить за то что они владеют облигациям конечно же так дело не пойдет поэтому и мы видим вот этот бешеный переток средств золото золото будет расти евро против доллара 1770 по европейской валюте по фунту по прочим рискому активам пока друзья без изменений европейская валюта будет расти из-за того что мы ожидаем снижение доллара вчера еще евро поддержали данные по производственной активности ведущих стран еврозоны и в целом всего валютного блока поэтому 118 118 50 и последующий поход на 120 это как бы дорожная карта следующих целевых ориентиров фунт против доллара 1 3077 я жду заседания банка англии жду новых мер экономического стимулирования вы знаете что из семи голосующих членов банк англии даже одного голоса в пользу потенциального снижения ставки на отрицательную территорию будет достаточно чтобы спровоцировать распродажи британской валюты вот хочется мне опять же прокатиться на нисходящем ралли потенциальным я конечно же понимаю то что фунт с большей вероятностью будет копировать динамику европейской валюты но в отношении фунта есть еще вот фон связанный с ожиданиями новых стимулов негативных для британской валюты и фон связанный с брейкзитом по доллару канадцы друзья держим длинные позиции ожидаем данные по рынку труда в пятницу и распродажи которые могут случиться на рынке нефти в если не сейчас чуть-то чуть позже друзья на этом все большое спасибо за внимание всем пока